здравствуйте у нас сегодня на столе canon ip4950 что нам нужно делать для того чтобы наш аппарат долго служил и меньше приносил нам всяческих отрицательных эмоций первое регулярная печать и регулярная заправка картриджей поверьте я уже столько наслушался всяких разных историй просто потому что люди не печатают на своем струйном устройстве по непонятным мне причинам а потом почему-то обвиняют во всем производителей техники там мировые заговоры и так далее честное слово регулярно печатайте и все будет хорошо в этом аппарате это делается очень легко и просто даже если вам ничего не нужно печатать вы нажимаете эту кнопку удерживаете один раз мирга мигает светодиод мы запустим сейчас прочистку печатающей головки то есть принтер сам себя будет прочищать если два раза мигнет этот этот светодиод то мы запустим тест дюс так называемый то есть полосочки проверочная проверочный распечаток почему на распечатать всеми цветами мы не будем давать засыхать всем цветам минимум расхода чернил и напечатав такой распечаток мы будем держать в работоспособном состоянии наше устройство а свою нервную систему в спокойствии дальше если вы хотите наблюдать что происходит в тот или иной момент времени в принтере вот здесь вот есть такая лапка ее можно аккуратненько чем-то нажать имитируя закрытие крышки и вы можете спокойно наблюдать что сейчас происходит в принтере очень иногда бывает полезно например когда вы печатаете бумага застряет для того чтобы увидеть в какой момент времени бумага и где именно застряет такая вот штучка я в данном случае 1 попавшаяся под руку схватил вот то есть сюда можно ручку аккуратненько ставить только очень очень аккуратно это лапка нежная чтобы вы ее не сломали и туда внутрь не вдавили сильно то есть буквально чуть-чуть чуть-чуть придерживайте очень аккуратно и принтер если если не делать этого вы откроете крышку то и карты же выйдут для замены а если удерживать то все будет хорошо принтер будет думать что крышка наша закрыта его верхняя и он не будет прерываться на замену картриджей вот он прерывался на замену картриджей вот а теперь я нажал еще раз и теперь она будет дальше заедет и не будет эта каретка здесь у нас маячить перед глазами потому что я продолжаю свой рассказ регулярной печати я уже сказал если криво печатаются наши распечатки вот здесь вот есть полупрозрачная такая вернее даже сказать прозрачная лента энкодера аккуратненько и и прочищаем без применения силы и каких-то абразивных агрессивных веществ если у нас принтер ругается на замятие бумаги обязательно посмотрите первым делом тоже уже столько раз с этим сталкивался вот сюда скорее всего попадает очень часто что-то то чего не должно быть внутри принтера чего только отсюда не извлекали поэтому сюда заглядываете наверняка тут что-то есть что мешает проходу бумаги если этого не находится нужно применить немножко смекалку у нас до сих пор датчик мы блокируем так сказать закрытия крышки и мы орудуем аккуратно у нас здесь есть шлейф будьте с ним бдительны и аккуратны и мы аккуратненько вот эти вот ролики можно в этом месте приподнимаем и заглядываем под них наверняка что-то туда попало и пытаемся вытрясти оттуда удобно несколько брать отверток и приподнимать несколько вот этих вот секций опять же аккуратно видите шлейф здесь вот он сильно сильно подвержен так сказать поломки поэтому очень аккуратно давайте напечатаем наш тест дюс сейчас он при выйдет в готовность то есть когда принтер печатает он чего-то там думает делает вернее мигает когда этот светодиод мигает принтер занят какой-то работой как только он перестает мигать значит он готов к печати ну давай уже и так он вышел готовность нажимаем эту кнопку и два мигания 1 2 и отпускаем ее и сейчас у нас напечатается так называемый проверочный или тест дюс о смотрите вот он у нас мигает о какой-то ошибки неведомой нам как же нам распознать во первых можно загуглить эту ошибку то есть количество миганий давайте считаем количество вот этих вот мигания 1 2 3 1 2 3 и количество то есть пишем canon в гугле и там 3 мигания и смотрим что нам подсказывает по этому поводу canon а также можно сделать это проще идем настройки нашего принтера на компьютере заходим в свойства принтера обслуживание и здесь у нас есть сведения о состоянии принтера и он нам на русском языке должен был написать что что ему не нравится но нам не написал он пишет принтер выполняет другую операцию прекрасно но обычно здесь вот в этом вот окошке принтер нам сигнализирует на понятном языке на языке драйвера который вы установили с сайта производителя я надеюсь на это он нам говорит о том что ему не нравится данном случае не помогло здесь быстренько пробегаемся по пунктам очистка печатающей головки глубокая чистка причем здесь можно выбирать либо все цвета либо только большой черный картридж либо цветные и маленький черный картридж очень удобно для того чтобы лишние чернила не тратить вы делаете почистку того карты же который плохо печатает проверка сопел это то что мы с вами пытались распечатать но так и не распечатали все остальные пункты в общем-то абсолютно бесполезны настройка источника бумаг бумаги естественно и можно но в принципе она все автоматически будет брать бумагу оттуда куда она вставлена потому что здесь два лотка верхний и нижний вот напечатался наш тест дюс тест дюс практически идеальный то есть нигде никаких больших пропусков нет на большом черном есть небольшие огрехи ну это это не смертельно это не смертельно с этим можно смириться также здесь есть пробег данного аппарата 2800 или 2850 страниц приблизительно довольно внушительный пробег для данного аппарата так как здесь печатающая головка идет отдельно от картриджей здесь у нас чернильницы то заправляются они соответствующим образом здесь у нас перезаправляемые картриджи в принципе если делать аккуратно но только очень очень аккуратно если вы уверены в своих силах в своей аккуратности можно делать заправку даже не вынимая картриджи из каретки но опять же говорю что делать нужно очень очень аккуратно то есть извлекаем эту пробочку и в этот в это отверстие под этой пробочкой потихоньку потихоньку заливаем чернила до самого верха не заливаем оставляем пространство для того чтобы пробочка это вошла если вы не уверены в своих силах то картридж извлекаем и делаем стандартную заправку для этого типа картриджей уже много раз показывал эту заправку покажу еще раз то есть это отверстие нам нужно закрыть перед заправкой то есть можно вот так вот упереть например в ластик или что-то такое более менее мягкая но упругая и не не промокаемое вот то есть уперли вытащили пробочку данном случае это оригинальный картридж от другого аппарата вытащили этот шарик или пробочку как в наших перезаправляемых картриджах и в это отверстие заливаем чернила то есть чернила поступают в этот вот пустой отсек здесь есть у нас щель в между между этими двумя отсеками где есть губка потихоньку пропитывается губка заливаются чернила сюда оставляем сверху пространство для того чтобы пробочку нашу закрыть закрыли и только потом отпускаем вот этот вот картридж от нашей губки или чем вы там его это отверстие нижнее закрывали и потом вставляем нашу чернильницу в принтер принципе ничего сложного можно резинкой примотать этот ластик в данном случае ластик примотать снизу для того чтобы не было удобнее заправлять картриджи в принципе все можно попытаться если вы чувствуете в себе силы вот там вот аккуратненько время от времени наводить порядок соответствующие видео тоже у нас есть просто аккуратно туалетная бумага вот тут вот промакиваем самое главное делать это очень 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 аккуратно не задевая при этом никакие другие части принтера ленту энкодер особенно вот эти всякие разные другие ролики вы их просто вы можете просто аккуратненько промокайте смотрите где есть чернила чернил там быть не должно большом количестве аккуратненько промокаем если я что-то забыл упомянуть приглашаю вас обсудить это все в комментариях задавайте свои вопросы высказывайте свои пожелания возмущения и так далее всем успехов пока пока